Как относитесь к практике телесных наказаний за административные правонарушения? У нас, в смысле пороть кого-нибудь, я только ролики видел, как где-то в Малайзии, наверное, там каких-то этих нарушителей правил дорожного движения, по-моему, там порют их там в специальный такой кожаный кокон, как чисто операция «Приключения Шурика», его там в этот кокон, чтобы только голая жопа была, а после этого батагами, батаги – это палки такие, знаешь, вот мой палец толщиной, лупят по жопе под крики «Аллах Акбар», лупят его по жопе, жопа там с десятого удара, наверное, уже просто вся шкура в клочья, и, в общем, гражданин, я боюсь, большого счастья не испытывает. Надо ли нам такое? Я очень сильно сомневаюсь, комрад, но... Ну, на некоторых дураков действует, но, по-моему, отрицательного приносит гораздо больше, чем полезного, т.е. это специфические вещи. Эффективнее всего душить граждан деньгами, и в этом деле главное не то, что тебя там отходят палкой по жопе, разорвав жопу в клочья, главное – неотвратимость, что если ты напакостил, набезобразничал, то ты твёрдо знаешь, что тебя за это накажут. Наказывать лучше деньгами, повторюсь. Вот. Но выглядит, да, выглядит хорошо, когда лупят палкой по жопе. Чувствуешь, человек, как это в армии говорят, не доходит через голову, дойдёт через руки-ноги, а тут вот через жопу доходит. Вопрос-то, как ты понимаешь, это как в Саудовской Аравии. За воровство, например, рубят руки гомосеком головы, и что от этого они там перестали трахаться в заднице. Нет, не перестали. Как раз наоборот, бошки рубят тем, кого поймали, и кто не может там откупиться, дать взятку какую-то. Вот им, наверное, бошки рубят. Как знающие люди рассказывают в Китае, когда у нас там друг другу рассказывают. В Китае там чиновников стреляют. Ну, во-первых, стреляют далеко не всех и сажают далеко не всех. А тех, кого сажают, там, например, за деньги можно договориться, чтобы за тебя другой китаец посидел. Как мы знаем, они все на одно лицо. Ну, вон там кто-то сидит, а этот на свободе. Потерял денег – это да. Вот эти вот зверства наказаний, оно ничего не решает в преступности. Ничего ровным счётом. Руки рубят за воровство. Ну, так поинтересуйтесь, какой размах воровства в Саудовской Аравии. Всё там хорошо с этим делом. Всё хорошо. Это решается, на мой взгляд, решается вот совершенно не так. Как у нас вся эта дурная борьба с коррупцией. Ну, как? Борьба с коррупцией, она... То есть, человек наживает деньги незаконно, как это обычно бывает. Но он же их потом тратит, правильно? То есть, вот, например, человек построил дом, который условно 10 миллионов долларов. Машина у него за 500 тысяч долларов. Одно у жены, у детей, ещё чего-то там. Ну, вот, на мой взгляд... Я малограмотный. На мой взгляд, борьба с коррупцией – это в первую очередь отслеживание растрат. Вот у этого самого чиновника. Зарплата, например, 500 тысяч рублей в месяц. Вот ты построил дом за 10 миллионов. У соответствующих органов сразу вопрос – откуда деньги? Вот, обрати внимание, как в каком-нибудь этой семье Сопрано... Там только у Сопрано хороший большой дом. Они деньги... Они все воруют деньги, они все люди не бедные. Но хорошие дома и дорогие машины только у тех, кто вот там где-то в какой-то легальный бизнес прописан. И вот это позволяет ему строить такой дом. А все остальные – нет, не могут, потому что за это тут же покарают. Вот твоя зарплата в 500 тысяч, наш российский чиновник. Расскажи, где ты взял 10 миллионов на строительство коттеджа. И тут важный момент. Государство не должно доказывать незаконность происхождения средств, на которые этот гражданин построил дом. Это задача гражданина – доказать государству законность происхождения своих средств. Не можешь дом конфисковать, имущество конфисковать, все эти машины и все такое прочее у мамы, у папы, у детей, у жены – все мгновенно конфискуется. До свидания, если ты не можешь доказать. Потому что там всякая чушь, понимаешь, а вот у тебя там Майбах… А это Мамин, он на маму записан. Вопрос маме. У вас пенсия – 12 тысяч рублей. На какие шиши вы купили Майбах? Не можете объяснить? Мама, 8 лет тюрьмы. Добро пожаловать на нары. Вот так, да. Но при этом, обрати внимание, никого по жопе палками лупить не надо. Надо просто все считать. И оно, что характерно, именно к этому и идет. Вот как сейчас массово. Все зарплаты перечисляются на карты, и с этой же карты ты что-то покупаешь. Но если ты получаешь 100 тысяч, а каждый месяц тратишь 500 – ну, непонятно, где ты их берешь. Расскажи родному государству. В этом… Это вопросы-то такие суровые, оно обоюдное. И когда заработает, многие взвоют так, что мало не покажется. Но порка к этому никакого отношения не имеет. Даже если ты их расстреливать начнешь, то преступность это не ликвидирует. Нет. Только неотвратимость наказания. Когда за тобой все время смотрят, видят, что ты делаешь, видят, как ты деньги тратишь. И за это тебя карают. Вот это да. Это работает. Постоянный контроль. Ну, вот совсем любимый пример. Совсем недавно в Москве, когда я приезжаю, я там езжу все время на такси, на тачках. Вот. Тогда еще телефонов. В телефонах этих не было. Там Яндекс.Такси и прочее. Ну, там рукой машешь, человек остановился, тебя подобрал. И как понеслись. Они со всех перекрестков уезжали 120 км в час. Сразу. Туши свет. Конечно. Класс вождения в Москве. Мое почтение. Там народ с машинами управляется, например, гораздо лучше, чем у нас в городе Санкт-Петербурге. У нас райцентр, сонное царство. В Москве все по-другому. Ездят очень бодро. Но как-то это... 120 км в час по городу. Мое почтение. И вот повесили камеры видеофиксации. Раз. И больше никто там так не ездит. Почему? Потому, что камера фиксирует. И неотвратимость наказания тут как тут. Вот и все. Вот проблема решена. Ну, то же самое и там. Надо как-то за деньгами следить. По большей части деньгами карать. И все будет хорошо. Не совсем. Т.е. идеала не достигнем, но будет лучше, чем сейчас.